добрый день дорогие друзья с вами компания про тюнинг меня зовут игорь сегодня у нас на обзоре новинка из китая очередная которая покорила уже сердца многих и запомнилась всем своей главная фишка которую мы естественно расскажем в этом обзоре это zikor 007 очень футуристичный интересный автомобиль давайте знакомиться ну и начнем и как обычно с внешнего вида автомобиля тут к сожалению либо к счастью особо много не скажешь потому что машина сделана очень минималистично такие вот обтекаемые формы у нас но при этом первое что бросается в глаза это вот такой вот светодиодный элемент достаточно широкий который идет у нас на передней части автомобиля и это как раз таки главная фишка по которой этому машину все и запомнили вот можно сейчас продемонстрировать как это все выглядит когда мы открываем машину она издает прикольный звук и делает такую вот анимацию но это не единственное что она умеет делать своим вот этим вот элементом потому что там можно делать свои надписи китаусу узор рисовать выбрать предустановленные так далее общем попозже вам расскажем когда переместимся салон под этим элементом у нас находятся основные блок фары слева справа также что у нас примечательного имеется камера переднего вида парктроники прикольный сприттер по низней части автомобиля который добавляет немножко объема этой машине и также на нижней части бампера у нас имеется вот такой вот элемент такие вот как решетка радиатора ромика который тоже будет встречаться у нас задней части это автомобиля и посередине стоит довольно непримечательный такой скрытый радар на самом деле у машины очень много периферии по внешне собственно ее составляющие это камеры лидары на верхней части на крыше этой машины и собственно сам радар машина понимает абсолютно все что находится вокруг нее перемещаемся далее на машине стоят 20 колесные диски смотрится на самом деле очень интересно так как машина у нас полностью вся в черном цвете колеса у нас тоже черные на них у нас выполнена про . лицевой части то есть такие вот акцентные элементы которые повторяют собственно сам узор и делают диск более объемным за ними находится спортивная тормозная система как принято в принципе на практически всех моделях zikar это большой 6 поршневой суппорт с перфорированным тормозным диском и сам суппорт у нас здесь не окрашена при этом на нем есть надпись черная zikar я бы сюда добавил то изюминки в виде ярких суппортов чтобы это у нас выделялась и машина прям в общем уже смотрелось очень стильно и классно дополнительно еще раз про камеры поговорим на передних крыльях у нас имеется еще по одной камере слева справа на ножке зеркала стоит две камеры под лобовым стеклом целых три камеры общем машина вся полностью состоит практически из камер довольно массивная сама ножка зеркала сам зеркальный элемент выполнен кстати очень интересный мир само зеркало она идет цельная с зеркальным элементом и даже при настройке зеркал у вас двигается не как обычно зеркальный элемент а зеркал стоит на месте а полностью прям само зеркало может перенаправляться вверх-вниз лево либо вправо ну и что у нас здесь есть интересного двери что передние что задние у нас открываются с кнопки дополнительно на стойке между стеклами у нас имеется такая пиктограмма она обозначает то что карточка у нас есть собственно мы ее сюда прикладываем и машина открывается после этого уже можно будет открыть сами двери они здесь тоже автоматически как и на 01 мод модели zikara также как она zikara x и они у нас собственно тоже видят препятствия то есть допустим если я сейчас стану сюда нажму на кнопку машина увидела меня не открывает дверь я отхожу она открывается дальше честно говоря как будто бы в плане камер своего искусственного интеллекта машина доработана чуть лучше чем 01 zikara и лучше понимает препятствия которые находятся когда собственно дверь открывается сверху также мы видим панорамную крышу их тоже главную фишку этой крыши мы вам покажем в салоне на заднем ряду вид там на самом деле просто невероятный ну и перемещаемся к задней части этого автомобиля сразу хочется отметить тот элемент про который я говорил такая вот волнистая линия которая выделяет эту машину в потоке среди других автомобилей тут же у нас установлена камера заднего вида парктроники больше особо здесь не про что рассказывать поэтому сразу открываем багажник это у нас как раз таки седан хотя по форме так сразу и не скажешь по силуэту эта машина достаточно вместительный багажник не знаю что меня смущает это высота погрузки вот это вот окно собственно которое у нас открывается не сильно большое что у нас тут еще имеется слева дополнительное место для хранения ваших вещей сеточкой прикуриватель для зарядки устройств при будете перевозить с собой и подпол открыв которую мы видим еще дополнительное место чтобы можно было туда допустим оставить зарядное устройство либо что-то еще там у нас находится сразу знак аварийной остановки и дополнительный комплект для ремонта колеса в дорожных условиях ну и перемещаемся в салон этого автомобиля во первых что-то сразу видно по материалам отделки это кожа на по сиденья все спереди сзади руль отделан также из этой кожи дверные карты парк приз в общем все куда прикасается сделать отделана из кожи и дополнительно как любит собственно делать zikr у нас здесь присутствует еще alcantara это потолок вставки на дверных картах и честно говоря выглядит все максимально классно и интересно в плане дизайна ну в общем как и во всех своих автомобилях они на самом деле умеют удивлять очень классно выглядит комфортная подсветка такая вот широкая полоса как в новых бмв мне лично очень нравится такое исполнение нежели как обычно делают тонкая полоска такой контурные выделяют это выглядит прям очень выигрышно стандартный экран как мы и уже видели в предыдущих моделях zikr у нас здесь принципе по наполнению самому самому тимеде системы все также узнаваем и снизу у нас постоянная полоса быстрого доступа на которые имеются иконки также можно посмотреть на графику как отрисован автомобиль выглядит тоже очень классно прям уровень на самом деле современных таких игр с максимально качественной графикой вот особенно если открыть режим мойки автомобиля и посмотреть как стекают все эти капли на нем выглядит ну очень на самом деле классно также что у нас здесь имеется дополнительный режим для того чтобы если вдруг оставляйте животных внутри салона вашей машины здесь будет перциркуляция воздуха чтобы не дай бог тут ваши животные не задохнула собственно и далее переходим в настройки самого автомобиля коих здесь огромнейшее количество начиная от настроек езды на машине можно настроить подклик на педаль газа то как будет рулиться автомобилями наполненность руля настройки освещения то есть освещение внутри салона та самая комфортная подсветка и наружное освещение машины также далее настройки езды zikr ad это drive то есть автопилот zikra тоже здесь можно выбрать все его нюансы также настроить и искусственный интеллект это очень интересная функция которая управляет многими вещами автомобилей попозже вам этом расскажем и тут же сразу посмотрим заряд автомобиля сейчас при 50 процентах машина показывает что может проехать 312 километров а при полной зарядки мы можем проехать на семьсот двадцать три километра все мы знаем что и цифра немножко преувеличена но я думаю примерно километров 550 600 машина может проехать при хороших условиях допустим в летнюю погоду не сильно жарко тут же можно посмотреть на качество камер 360 покрутить автомобиль который тоже здесь хорошо прорисован и даже то что у нас находится снаружи автомобиля а именно все микро трещины в асфальте каждый камушек тоже это все можно рассмотреть очень детализация очень классная переходим дальше настройки климат контроля здесь у нас все естественно к видите завязано на самом экране каких кнопок дополнительных нет чтобы выставить температуру но очень удобно то что сам климат вы можете выставлять не только с сенсорных кнопок но также из правого джойстика на руле очень удобно когда вы едете на автомобиле чтобы не отвлекаться не смотреть постоянный экран прямо джойстика всем этим управляете с механических кнопок и можно открыть еще настройки сидений тут же мы увидим сразу что у нас есть на передних сиденьях вентиляция подогрев и массаж на задних сиденьях у нас есть только массаж отсюда же можно настроить положение сидений это делается опять же не только самого экрана также из кнопку который находится у вас на боковой части сидения и еще что у нас здесь интересно это приложение как раз так и про то что мы говорили в начале мы можем сейчас здесь выбрать те самые анимации которые будут у нас отображаться на фарах допустим включить костер здесь даже музыкальное сопровождение такое идет помахать кому-нибудь рукой допустим если вы кого-то встретили на дороге либо про что я и говорил что можно сделать что-нибудь свое то есть это все нарисовать как хотите что самое интересное что здесь есть не просто обычная кисть как в любом графическом редакторе а также можно еще выбрать кисть с эффектами что у нас будут такие якобы звезды прям рассыпаться в разные стороны их целых три штуки на выбор в общем может быть большое количество время времени провести это прям рай я думаю для людей креативно чтобы они рисовали то что им хочется при езде на машине чтобы реагировать как на разные ситуации дороже что еще интересного у нас есть мультимедиа системой сам этот экран может поворачивать в сторону водителя либо пассажира если мы просто сделаем свайп четырьмя пальцами для более удобного собственно используя это может сделать также из настроек но согласитесь что это слишком долго куда-то заходить что-то выбирать просто делаем свайп и все поворачивается в разные стороны и еще как раз таки тот самый искусственный интеллект который есть у машины которая показывала в настройках как он завязан здесь одна очень интересная функция именно настройка зеркал заднего вида благодаря камерам которые установлены в этой панельки за рулем машина понимает в какую сторону я сейчас смотрю то есть я просто смотрю в левую сторону двигаю джойстиком машина понимает что смотрю влево настраивает левое зеркало смотрю вправо и уже у нас регулируется сразу правое зеркало очень удобно что не нужно выбирать отдельные кнопки вроде бы такая мелкая функция но приятно что это здесь уже предусмотрено также на руле у нас снизу есть дополнительный блок сенсорных кнопок которые у нас управляют режимом парковки с закрытием открытием автомобиля камерами 360 чтобы мы могли сразу их вывести на экран открытие багажника и открытие лючка для зарядки автомобиля что еще кстати интересного есть на руле то что за ним у нас находится 2 2 кнопки то есть имитация таких лепестков сейчас я вам даже их покажу как это все у нас собственно выглядит вот она правая кнопка и вот она левая на них можем настроить различные функции которые вам необходимы тоже для более удобного использования автомобиля приборная панель достаточно компактная в стиле zikor на которой изображено все что необходимость по центру у нас находится краски наш автомобиль слева видим какая передача выбрана скорость детские замки сразу показываются на задних дверях запас хода и также что у нас собственно происходит в салоне кто пристегнут они пристегнут это и так далее и та самая функция где можно управлять климат-контроль надела температуру ниже выше и собственно сам обдув очень удобно также присутствует проекция на лобовое стекло и сделано на самом деле очень классно мы видим каждый автомобиль каждого пешехода который у нас будет проходить мимо машины в общем машина как раз таки теми своими камерами различными датчиками понимает абсолютно все что происходит у нас вокруг двигаемся дальше по салону под экрана мультимедиа на центральной консоли у нас находятся две беспроводные зарядки для телефонов очень классно что они у нас сделаны с охлаждением чтобы ваши телефоны не перегревались открываем панельку тут у нас имеется два подстаканника дополнительное место для хранения ключа либо каких-то мелких вещей в подлокотнике у нас принципе достаточно много места листы а4 сюда помещаются спокойно две зарядки избитой пси одна из них быстрая 2 обычная что еще хочется отметить на переднем ряду тут у нас панорамное остекление сверху идет и также видим отсек для хранения очков который выглядит прям как ну настоящий такой отсек ручной для хранения собственно ваших защитных аксессуаров ну перемещаемся на задний ряд автомобиля первых что хочется сказать место в ногах у меня остается достаточно много я сиденье перенастраивал так как сидел собственно так и присел на задний ряд можно с комфортом здесь устроиться плюс ко всему можно еще настроить угол наклона спинки задних сидений откинуться немножко назад тоже очень приятно что такое есть есть широкий подлокотник с выезжающими подстаканниками тут у нас дополнительное место под хранение вещей небольших и на центральной консоли у еще две зарядки usb тайп си для ваших устройств и про что я и говорил сверху у нас панорама идет прям цельная с задним стеклом как это сделано в тесле очень классно что у нас создается визуально еще больше пространство над головой несмотря на то что на самом деле над моей головой не сильно много места но из из-за того что здесь у нас стекло я не ощущаю что потолок прям давит на меня здесь и лица достаточно комфортно и приятно и еще пару слов по поводу музыкальной системы которые здесь установлено мы не увидим здесь привычные yamaha допустим как это было в zikr 01 тут уже написано zikr sound то есть это их собственная разработка очень интересно снять обшивки посмотреть что там на самом деле действительно там там стоят динамики с наименованием zikr либо что-то другое но в переднем багажнике у нас не слишком много места но я думаю это специально сделан для того чтобы мы сюда разместили зарядное устройство краски под него здесь есть отсек дополнительно что у нас тут видно заливная горловина для амулающей жидкости и на этом все собственно это у нас полностью электромобиль тут у нас ничего больше и быть не может и кстати по поводу его характеристик ну раз уж мы уже заговорили про то что это электромобиль давайте немного пройдемся по его характеристикам и мощности эта версия у нас полноприводная с двумя электромоторами выдает 646 лошадиных сил и разгоняется до 100 километров час за 3 8 секунды также существует еще несколько версий на 2 одна из них будет заднеприводная с одним электромотором у которой мощность будет 422 лошадиные силы разгон до 100 уже будет больше пяти секунд и версия с такими же электромоторами с такой же мощностью которая называется performance но у нее уже не будет здесь сверху лидара она будет немножечко полегче чем данный автомобиль разгоняться до 100 она уже будет за 2 и 8 секунды в общем такие комплектации существуют у этого автомобиля а на этом у нас все получается что zikr 007 действительно интересный футуристичный автомобиль который реально может удивлять машина получилось очень достойная и данный автомобиль находится в продаже в нашем мотосалоне в городе краснодар по адресу улица российская 263 можете смело обращаться также не забывайте то что на наши автомобили вы можете приобрести гарантию до трех лет и еще естественно у нас есть автосалон в городе москва и обязательно подписывайтесь на наши соцсети на telegram потому что там у нас выходят самые свежие новости из автомобильного мира туда мы выкладываем все автомобили которые приходят в наши автосалоны которые можно заказать который в пути в наши автосалоны и подписывайтесь на youtube канал на котором выходит этот видеоролик ставьте лайк обязательно напишите как вам этот автомобиль